В Каспийское море уносит жизни. С начала купального сезона утонуло 9 человек. Из них четверо детей. Он давно хотел вернуться работать в Дагестан. Шанс на это ему дал Владимир Васильев. В Комитете по лесному хозяйству республики ожидается смена руководства. Настоящий дагестанский мед начинается с любви к пчеловодству. На просторах горной пасеки побывали наши корреспонденты. Подробности и многим позже. Четыре человека утонули в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского управления МЧС России. Информация о пропаже людей на пляже у села Улуби-Аул Карабадахкенского района поступила накануне вечером. После этого были организованы поиски пропавших. И к утру спасатели нашли все четыре тела погибших, среди которых двое детей и две женщины. Отметим, с начала купального сезона утонуло 9 человек, из них четверо детей. Причина – нарушение правил безопасности и купания в необорудованных местах. Правительство Дагестана ждут кадровые изменения. Об этом накануне заявил глава Республики Владимир Васильев. Так, руководство сменится в Республиканском Минсельхозе и Комитете по лесному хозяйству республики. Назначение состоится уже в ближайшее время. Новыми руководителями Министерства и Комитета станут победители кадрового проекта «Мой Дагестан». Предложение возглавить одно из профильных ведомств получил и Вагаб Абдулхамидов, ныне являющийся заместителем руководителя лесохозяйственного объединения Московской области. Опыт работы у него серьезный – более 20 лет. Работать в родном Дагестане хотел давно. Шанс на это ему дал Владимир Васильев после личной встречи. Это было для меня неожиданно. Конечно, это огромное доверие. И в первую очередь я задал себе вопрос, справлюсь ли я с этими задачами. И самое главное – не сойти с полпути, не подвести руководителя. Но главной мотивацией для его участия в конкурсе «Мой Дагестан» стало обращение Муфтии Республики. Ключевым моментом, я считаю, что для меня лично было обращение Муфтии Республики Дагестан, который обратился с предложением всех, кому не безразлично судьба республики, поучаствовать в этом конкурсе. И тогда я для себя решил, что надо попробовать. Разбойники в медицинских масках задержаны полицейскими Дагестана. В отдел полиции обратилась владелица гастронома в Махачкале. Женщина рассказала, что трое неизвестных, связав скотчем в ноги продавца и угрожая ножом, украли из кассы 35 тысяч рублей. Предполагаемых разбойников удалось задержать в течение суток. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Работодатели в Дагестане задолжали своим сотрудникам около 70 миллионов рублей. Такие данные приводит Дакстат. Долги перед работниками накопили несколько организаций, в их числе предприятия обрабатывающего производства и строительства. Но без зарплаты сидят не только промышленники, но и учителя. Долги образовались по причине отсутствия у организации своих средств. Остальное приходится на несвоевременное поступление денег из регионального бюджета. В следующем году россияне перейдут на электронные паспорта. Получить такой документ в перспективе они смогут в МФЦ. С июля 2020 года пилотный вариант документа будет доступен для жителей московского региона. Он будет содержать сведения о месте проживания, водительских правах, СНИЛС и ННН. У нового электронного документа ряд преимуществ. К примеру, стоимость пошлины на водительские права сократится с 2000 рублей до 300. Бумажный вариант российских паспортов окончательно перестанет выдаваться к 2022 году. Ну а в Дербенте полным ходом идет реконструкция улицы Махачкалинская. Здесь планируется проведение ливневой канализации, прокладка дорожного полотна, обустройство тротуаров и многое другое. Накануне работу проинспектировал и глава города Хизри Абакаров. Он отметил, что на днях ожидается подписание контракта по подобной реконструкции и на улицах Лермонтова, Мусы Монарова и Паралейной. 265 миллионов рублей на реставрацию Джума-мечети города Дербент будет выделена из федерального бюджета. Она является одной из старейших. Мечети России была построена в 7 веке с подвижниками пророка Мухаммада, мир ему и благословений. За работу возьмется специальное научное реставрационное управление из Татарстана. В этом году они получат 53 миллиона рублей, а оставшуюся сумму в следующем. Работы завершат до конца следующего года. Стоит отметить, что древняя мечеть с 2003 года находится в реестре культурного наследия ЮНЕСКО. 92-ю годовщину образования Государственного пожарного надзора МЧС России отметили в Дагестане. Открыл мероприятие начальник ведомства Нариман Казимагометов. Он пожелал всем сотрудникам удачи в их нелегком труде. От имени всего руководства и себя лично поздравляю вас с днем образования Федерального государственного пожарного надзора в России. Ваш высокий профессионализм, богатый опыт, готовность выполнить свой долг, снискали авторитет угроза и руководства нашей страны. В этот день примите мои искренние поздравления и пусть вам всегда сопутствует удача в вашем нелегком труде. Завершилось торжество церемонии вручения очередных воинских званий. Также были отмечены благодарностями сотрудницы-участницы акции «Завтра была война». С чего начинается настоящий горный мед? Герои нашего следующего сюжета убеждены – главное в пчеловодстве – любовь к сладкому делу. Семья Магомедовых из селения Кищада Хадаевского района занимается пасекой уже 25 лет. Каждый член семьи и стар, и млад приобщается к производству меда. На просторах горной пасеки побывала наш корреспондент Луиза Раджабова. Она и расскажет, какой он настоящий и полезный мед. Патимат уже давно не боится пчел и всегда готова помочь своему мужу. Для семьи Сулибана выражение «трудиться как пчела» известно не понаслышке. Здесь работают все. Уже 25 лет – золотое лакомство, их основной доход. Сейчас в хозяйстве семь участков, в каждом по 25 ульев. Чтобы собранный мед был особенно вкусным и полезным, пасечники прилагают все усилия. Муж делает ящики, рамки делает. А я помогаю ему, когда рамки делаю, проволожку надо ставить, рамки вот эту ставлю. Вот на святку. Всегда, это когда мы отгоняем, уже много работы бывает. Она помогает. Маленькая розья тоже помогает. Она в прошлом году хорошо продала мед. Чтобы избежать лишних укусов, пчеловоды пользуются дымовушкой. Она усыпляет бдительность пчел во время работы с ульями. Пчелы думают, что когда дым, пожар вообще. У них инстинкт. На пожар они забирают зубы, мед. И как-то успокаивают. Им трудно кусаться. Цветочная разнотравья в горах отлично подходит для этих насекомых. Ароматы растений их привлекают больше, чем яркий цвет. Какие цветы особенно любимы семейными пчелами, знает младшая дочь семьи Магомедовых – розеят. В основном пчелы собирают пыльцу с лекарственных растений. Здесь у нас зверобой, чабрец, два вида шалфея, репешок. И они все очень целебные. Бывает еще очень много трав, которых у нас нет в букете. Вообще наш мед, он собран из очень ценного букета. Пчел держать – это вам не на печи лежать. Здесь около тысячи пчел. Все они встречают меня неодобрительным жужжанием. Они производят уникальный продукт – мед. Он такой же полезный, как и вкусный. Приносят пользу не только мед, но и сами пчелы. Их применяют в лечении. Для этого нужно поймать на цветке пчелу, взять за крылья и посадить на больное место. Откачивать мед лучше всего вдвоем. С помощью пасечного ножа один человек занимается распечаткой сот, второй следит за медогонкой. Кроме воска в этой пленке, в забросе, есть еще прополис, есть еще пыльца. Именно поэтому она очень полезна. Ее очень полезно сживать при простудных заболеваниях, при разных ядрочках во рту, при ангинах и так далее. Горный мед семьи Магомедовых пользуется популярностью не только в Дагестане. Заказы поступают из Казахстана, Эстонии и Москвы. Сладкий мед, как никакой другой продукт, рождается из любви, из уважения к природе, трудолюбию и особенного контакта между человеком и пчелой. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Кища. Маленький праздник больших сердец. Накануне детский городок Орликино отметил свой 20-летний юбилей. Орликино – один из первых клубов в Махачкале, открывший свои двери еще в 90-е годы. Незабываемые эмоции от сказочных героев получили детишки в этот день – аниматоры в костюмах Человека-паука Дэдпула. Безумного шляпочника и Алиса в стране чудес сделали вечер душевным и теплым. Яркие номера, песни и танцы, от которых не смогли удержаться даже взрослые. Это детский клуб мой любимый. Я тут бываю почти каждый день. Мне тут нравится. Я тут нашел себе много новых друзей. 20 лет – это действительно большой срок, но все, что здесь находится, все сделано, наверное, не мной, а теми людьми, которые сюда приходили. Потому что каждому столу подсаживалась и говорила, а как вы думаете, а как бы было, если так? А что вы думаете, если я сделаю так? Недавно кто-то меня спросил, столько лет работаешь, вроде не разбогатела, но рядом сидящий кто-то сказал. Зато она обрела столько друзей. Уделить внимание каждому гостю, уделить внимание каждому ребенку. Я провожу больше времени на кухне, потому что все держу под контролем. Слежу за продуктами сама, слежу за приготовлением сама, за всеми. Я поздравляю детский клуб «Орликина» с таким заминательным днем. 20 лет – это немалый срок. Да, действительно, на самом деле Салихат прекрасно выполняет свою работу, именно создавая зону комфорта. Зону комфорта и для детей, и для взрослых. Это редкое сочетание, когда могут отдохнуть и родители, и дети. Пожелать ей всего самого наилучшего, процветания. Наши детки выросли на этой площадке. Все детство провелись с ними и здесь, поэтому пришли на этот праздник. Всего самого наилучшего и процветания. Победители и призеров чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу участвовали в комитете по спорту, туризму и делам молодежи администрации Махачкалы. В беседе с руководителем ведомства Маратом Ибрагимовым чемпионы рассказали о трудностях на пути к вершине, при этом отметив высокий уровень конкуренции на соревнованиях. Как сообщалось ранее, турнир ACB-GG с участием более полутора тысяч спортсменов проходил в Москве с 12 по 14 июля. Там, учитывая все разделы и возрастные группы, дагестанцы завоевали 105 наград разной пробы. Львиную долю медалей среди взрослых выиграли джицеры из столичных клубов Агат и Universal Fighters. Приседатель спорткомитета поблагодарил всех призеров и их тренеров за победы, вручив им ведомственные награды. Я, в свою очередь, рад вас всех видеть и если комитет в дальнейшем какую-то помощь, содействие оказать, то это непосредственная наша обязанность поддерживать друг друга не только в спортивных, но и в различных других тоже мероприятиях. Триумфом дагестанского тэквондиста Али Халифаева завершился первый день первенства России среди молодежи до 21 года. Всероссийские соревнования с участием 400 спортсменов проходят в городе Набережной Челны. Али Халифаев завоевал золотую медаль в весе до 74 килограммов. Для победы махачкалинцу потребовалось провести четыре поединка. Первое место позволит нашему спортсмену выйти в состав сборной России для участия в первенстве Европы в Швеции. Напомним, что в прошлом году тэквондист уже выигрывал аналогичные соревнования в Польше. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!